Вертолет Ми-28Н научили управлять ударными беспилотниками. 28 декабря 2018 года российская газета «Вертолет Ми-28Н научили управлять ударными беспилотниками». Ми-28Н «Ночной охотник». Источник изображения Модернизированный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» получил возможность управлять и наводить на цель беспилотные летательные ударные аппараты. Для этой цели машина, поставляемая лишь на экспорт, оборудуется специальными средствами связи. Как сообщили Эрге в пресс-службе завода «Пауэр Ствертол», оснащение Ми-28Н новым оборудованием расширяет сферы применения воздушного судна и делает его еще более востребованным на мировом рынке. Кроме того, по сравнению с предыдущими версиями обновленный «Ночной охотник» получил новый обзор на прицельную станцию с лазерной системой наведения ракет, а также новые дальнобойные ракеты. В частности, вертолет получил новую противотанковую управляемую ракету «Хризантема-М» с двухканальной системой наведения. Применение этой ракеты позволяет поражать бронетехнику на расстоянии до 10 километров. Модернизированный Ми-28Н также получил управляемые ракеты атакой с лазерной системой наведения и возможность применения авиационных бомб весом до 500 килограммов. Изменения также затронули ходовую часть мощность двигателя и лопастей. За счет инновации улучшились летно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата, повысилась крейсерская скорость машины и расширились ее возможности по выполнению фигур сложного пилотажа. Кстати, в Ростове-на-Дону также проведена модернизация ударных вертолетов Ми-35М и Ми-35П. Они получили современную обзор на прицельную систему с матричным тепловизором третьего поколения, телевизионной камерой и лазерным дальномером. Новый цифровой пилотажный комплекс улучшит управляемость, повысят устойчивость вертолетов, а модернизированный ПВК повысит точность поражения целей. Вопросительный знак Николая Грищенко 27 декабря 2018 года права на данный материал принадлежат российская газета. Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова